мир вашему дому добрый вечер мы приехали сегодня как же я рад вас видеть сначала видел вас на ю тубе минутку у нас все записывается выставляется в интернете вы не против нет не против все слушай говорите значит первое у меня там много вопросов но я вы понимаете что оставил список на работе я не думал что сегодня у нас получится с вами общение много вопросов где-то штук 12 такой батюшка первый вопрос библия написано никого не называйте отцом на земле ибо един господь на небе но тем не менее везде и в храмах и в монастырях благословите отец такой-то благословите отец такой-то я этого не понимаю библия четко говорит слушайте я буду тогда отвечать вам а вы как-то записывайте себе потом мы в это ролик посмотрите у меня не совсем ладно со скайпом пришел я вас может быть не видно но голос будет слышен у нас съемка идет мы добывали так плохо сильно освещено значит отцом не называйте никого кажется все ясно апостол павел говорит у вас отцов немного ибо я родил вас благослованием он кто для них вот и все понимаете вот неправильное понимание писания рождает скудоумие сектантов они берет один стих егова 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 все и говиса образовались суббота суббота все адвентисты седьмого дня они не понимают слова не егова не другие суббота здесь говорится как родоначальник чего-то либо а мы не являемся таковыми и когда говорится авраам родил исаака перечисляется уже в новом завете но кто авраам для исаака отец как не называть а как его поиначе назвать-то исаак родил иакова иакова двенадцать сыновей и иуду кто они друг другу отцы естественно и апостол павел и все обращаются отцы братья зачем обращаются отцы и наши отцы и от них христос сущий по плоти отцы отцами называет предков своих значит называется можно но соответствовать этому нужно если говорится я родил вас исаак родил и здесь павел говорит я родил вас вас грит тысячи наставников отцов немного и поэтому те кто сегодня в монастырях всюду называется отцами они не являются отцами эта фишка как допустим бог говорит свят господь совов свят а теперь сравнительная степень святее а превосходное святейший так вот слово святейший встречается в святой библии только два раза и пишет иудок на зидая себя на святейшей вере вашей вера христианская святейшим и в неканонических книгах говорится на святейшем место месте сия о храме и вдруг патриарха называет ваше святейшее святейшество чего ради это святее бога разве то есть он никак не может быть святейшим перед кем святейший грешнейший ты можешь называть святейший нет а это на каждом шагу в то время как везде и всюду апостол павел говорит избранным святым а там все там бывают их апостолы вы что там пьете то фанту вам это не повред вот вот вам ответ то есть называется можно но нужно соответствовать этому второй вопрос что касается животных значит ну человеческая душа это понятно она является бессмертной и выбор за человеком что касается животных как 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 у них нету души только тело душой называется то что является кровь жизнь кровь вытекла жизни нету души нету человек дуалистичен не тройственны душа и тело иногда душа называется духом и только в двух местах говорится дух душа и тело в данном случае дух означает настроение веселый дух человек и печальный дух у скотина нет ничего и дух его вон вон вышел ничего нету пала но в вечности царстве небесном будут все виды животных как в раю тварь ожидает усыновления сынов божиих и сама будет освобождена от рабства тлению послание кримином павел пишет хорошо спасибо господи что касается сновидений являются иногда сновидениях голоса истинные голоса они подсказывают кто это может быть кто это говорит сны бывают трех видов первый от бога как было это считаем и у осипа у даниила у других сны от бога бывает а бывает от дьявола дьявол навевает и поэтому на исповеди священник спрашивает не верил ли с нам верить нельзя а как вот увидел и узнать от бога ли не от бога и она кассиана очень определенно говорит если ты видел крест распятие это непременно от бога сатана крест показать не может он может христа показать под видом христа это не христос даже божью матерь явление является но крест никогда он не может показать у него нет материала крест это любовь а у него его нет любви крест это смирение у сатаны нет смирения и третье бывает от переедания и забот ой как это будет да как это что будет и человек вот это написано у сирахова там 34 глава он проводит как наяву и он бежал с поля сражений проснулся и не может надевиться что ничего этого не было сон это загадка но он трех видов вот я вам объясняю как и разгадывать сны запрещено никакие сонники не помогут я вот видел сон с крестом значит должен принять его как от христа но не толковать а помолиться пойти или к священнику или кто там у тебя есть духовный наставник спросить а что он может означать как правило сон от бога предупреждает об опасности чтобы ты предохранил себя был внимателен как мне к вам обращаться правильно я игнатий тихонович следующий вопрос антисемитизм православие я еврей православный это редкость конечно вот мне пишут с израиля в скайпе все я не могу их терпеть но там ну что то вот там в основном я вижу я не пойму кто они вроде бы за христа и тут же общения такого теплого нет что значит антисемитизм православии откуда он взялся почему считают что евреи виновны расстоянии христа по сей день я православный еврей но я люблю я вам отвечаю люблю отвечать монастырь когда я беседую с людьми и говорю вы хотите быть благословенными конечно вы знаете напротив в мире все напротив свет тьма добро зло благословение проклятие это у бога так уже сделано чтобы люди предложил огонь и воду и еще добавляет а зачем вам умирать так вот я говорю вы понимаете такое благословение это послушная жена нормально в семье дух веселый ты всегда благодаришь бога у тебя есть настоящие враги настоящие друзья это ты благословенный да хочу от начала благословения никогда не проклина евреев это я всюду везде проповедую никогда никогда нигде никак не проклина и а написано благословляющий вас будет сам благословлен евреев благословлять чтобы они познали истинного мессии так они обобрали россию там щубайса абрамовича я не оспарю так и есть они сами об этом говорят но ты благословляй второе последнее благословение остальные между ними это малахия вы обкрадываете меня господь говорит не платите десятину платите десятину и бог говорит отверзу вам небо и будете благословлены и добавляет проклятием вы прокляты весь народ что не платите десятину и приношения значит начало благословения никакого антисемитизма не может быть это дурь дурь которую надули нам и к чему мы пришли я встречался в жизни неоднократно с евреями работал с ними у меня в помощниках может быть одни из самых близких евреи для многих удивление как это евреи ты православные не знаю бог делать я благословлены у бога и они это знают если на евреи будет это гонение мой голос будет только в защиту их спасибо господи у меня вот приехали приехал еврей они показать его мне хотели вот евреи там баптистом он у меня побыл часа может быть три и стал православным сейчас батюшка православный отец наум наум израилевич в тбилиси у патриарха служит мой крестник я его отвез в москву и мы нашли там в переделке на храм филиппа мученика митрополита филиппа и там он крестился в полное погружение вот он меня всегда когда зовет то всегда отец игнати я для него действительно отец он в моем доме духовно родился я его питаю и когда бываю во фрунзе литургии он меня сразу в алтаре я перед народом выхожу и проповедую хотя я не священник а честец всего лишь и фрейтор следующий вопрос написано от луки вот не помню глава 6 по моему написано приобретайте себе друзей богатством неправедным как это понимать все что у нас есть это не наше бог дал и этим богатством нужно приобретать накорми напои нуждающего посети больного дай добрый совет и вот то что у нас бог дал это богатство чем мы обогащенные и господь говорит когда закончится эта жизнь в вечности они примут вас в небесной обители они будут ходатаями нашими эти люди и будут говорить господи он нам помог прими его в обители вечные господи да прости ты ему он так много сделал добра из нужды нас вытащил мы погибали почему так люди любят николу чудотворца а он бедным помогал всегда и вот для нас дается пример ты обмани свою плоть не доешь это не допей не доспи работай на двух на трех работах и господь обильно тебя благословит да будешь ты благословен у бога ругают правителей там путина какого-то рабина ты никогда не прислоняйся к тому а ты услышал и может так и действительно они такие а ты помолись воздохни поплачь встань ночью склонись днем перед богом и на душе у тебя будет легко очень давно еще я не работал где-то был девяносто восьмой год нет это был восемьдесят девятый год я расскажу вам одну интересную историю в этой комнате у меня два иконостаса и там еще в той комнате есть и однажды вот я не помню это было наяву или это было перед пробуждением я увидел богородицу в своей комнате я увидел в красной порфире это были сумерки еще перед рассветом и вот здесь она стояла возле икон не было еще тогда у меня и вот она стояла и смотрела на меня таким таинственным взглядом я сейчас стихотворение прочитаю гостя из рая майским рассветом в квартире дива случилось божия в красной порфире дева явилась девы глаза и спокойные и бессуетные карие мелодобротные очень приветные тихо таинственно смотрит мать и святая издалекого как он звонит гостя из рая свечи иконы в квартире божия милость мать и флотистая порфире с неба спустилась после того у меня через полгода появилась работа и все как-то пошло наладилось вот что как это такое чудо дивное было у меня сейчас работа очень хорошая я занимаюсь оптическими очками посуда из глины это все пока на рынке в городе Смиралитов я с украинецом вот вы понимаете после того как это все так как по маслу поехало но я тогда еще только-только приходил к Богу я пришел к Богу через аварию вот потому что я был тогда действительно таким нехорошим вот сейчас возле меня старший брат Александр он часто мы ругались и в общем далеко было тогда до Бога но постепенно-постепенно мне стало осенять а давай вот утром выучи отче наш читай вот с этого все начиналось постепенно за десять лет десять лет я вот так постепенно-постепенно выучил псалмы ну вот сейчас читаю каждый день Библию по три листочка да у меня очищается совесть то есть если меня какие-то нечестивые трогают допустим ну стараются чем-то там меня задеть я как пчела дыма от них убегаю то есть я это все прекрасно понимаю это как лающие псы я где-то прочитал то есть уже вот этот ярость гнев они отходят это очень здорово библиочная это великолепно иногда бывает тяжело устал но вчера я приехал с посуду привез ты очень устал но ты не менее три листочка прочитал потому что ну это сейчас раздел хороший я сейчас нашел раздел из-за Киля там в общем как поступить с беззаконниками что ты действительно должен бороться за него ну в общем есть там сейчас скажу какая глава у меня там есть на ВКонтакте в одноклассниках сейчас я вам прочитаю мне очень понравилось я размещаю часто на Фейсбуке в ВКонтакте на Одноклассниках я размещаю эти вещи и вот я сегодня разместил и языки 3.18 3 глава 18 стих когда я скажу беззаконнику смерть и умрешь а ты не будешь сразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих ну и если ты выразумлял беззаконника а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего то он умрет в беззаконии своем а ты спас душу твой если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно Когда я положу перед ним преткновение, и он умрет. То если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его. Какие делал он? И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведником, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Ну тут еще дальше есть. Вот. И вчера я с одной женщиной, которая посуду мне в Черкассе продала, я столкнулся с ее мужем. Он говорит, прицепился ко мне пьяный беззаконник, и надо было конечно ему морду набить. Я говорю, подождите, как это набить морду? То есть у нас спор пошел. Я говорю, Бог есть любовь. Найдите такие пути, чтобы как-то, ну я не знаю, уйти от него. Не получается уйти, ну как-то по-другому разумеется. Ну что значит бить в образ Божий? Я никогда в жизни человека не ударил в лицо. Я не могу. Вот это такая вот вчера была история. Так что тут нужно вам какой-то ответ? Тут все понятно. У меня еще один вопрос есть. Очень много протестантов есть толковые женщины. значит, ну она пастырь, пастырь евангелистов. Она проповедует на сцене. У нее там группа людей есть у нас тут в клубе завода ДКСМРЗ. У нее получается, да. Но Библия говорит. Женщина в храме, да молчит. Я об этом говорил. Мы на этой почве с ней поссорились. Ну действительно, она Библию знает, она проповедует. И как вот это тоже понимать? Она не в церкви. Вот и весь ответ. В клубе. В церкви только католики, православные, григорианы-армяне, копты и сирийцы. Все. За пределами этого, то, что нет священства епископата. И поэтому она не в церкви. И она ведет себя этим самым поведением, показывает, она сама вне церкви и проповедует не в церкви. Так что претензий к ней нет. В храме она не может проповедовать. В храме Божьем. Что вы скажете за крещение младенцев? Как я с этим не согласен? Какое ваше мнение? Видите как? Я этого не понимаю. Ну я вам отвечу. По счастям. Все ветхозаветнее было тенью будущих благ. Это вы считали, да? Апостол Павел говорит. Ветхозаветний ягненок указывал на агнца Христа. Вот, говорит, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1, 29. Если не знать ветхозаветные жертвоприношения, то трудно понять будет, почему Иоанн Креститель назвал Христа агнцем. Он берет на себя грех мира. И все ветхозаветнее, все абсолютно указывало на вечное новозаветнее. Суббота указывало на воскресенье, ковщек указывал на Божью Матерь, скрижали на Христа. И вот здесь, когда мы считаем, то мы должны понять, о чем речь идет. Ветхозаветнее обрезание. Что оно было? Отвержение ветхого человека. По их пониманию, это заключался завет с Богом. Пока не обрезан, он не считался иудейским полноправным членом. Если душа не будет обрезана, тогда истребится из народа своего. Это было смертельно опасно. И обрезан будет восьмой день. Спрашивается, восьмидневный еврей, он что, больше понимал, чем восьмидневный христианин православный? Нет, конечно. Ребенок оставался ребенком. И они спрашивали о том, а так он же ничего не понимает, зачем его резать? Ну, вырастет, пусть обрезается. Так не рассуждали. Это повеление Божие. Наши рассуждения, они заводят нас очень далеко от Бога. Так вот, в послании к Колоссиным, апостол Павел говорит так, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, запятая, с облечением греховного тела, плоти, будучи крещены, крещены, крещением Христовым. Обрезание указывало на крещение. Вот прямо, прямой стих, прямо об этом говорится. Если прямо называют, что обрезанию указывало, то, значит, и вопрос сразу снимается. Кроме того, в крещении прощаются грехи. У сектантов у них так, обещание Богу доброй совести. 1 Петра 3,15. Они больше ничего не указывают. У нас, у христиан, прощение. Они в это не верят, сектанты, они не верующие. Апостола Петра спросили, 2 глава, 38 стих, деяния апостолов. Что нам делать, мужи-братья? Он говорит, покайтесь, на пальцах показываю вам, смотрите, покайтесь, запятая, и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для чего креститься? Для прощения грехов, запятая, и получи дар Святого Духа. Деяния апостолов, 22,16. Приходит Анания к Савлу и говорит, брат Савл, что ты медлишь? Встань, запятая, крестись и омой грехи твои. Где грехи омываются? В крещении. У сектантов там ничего нет в крещении, кроме обещания Богу доброй совести. У них в покаянии. И поэтому у нас крещение детей на своем месте. Дело в том, что всех подряд крестят, это неправильно. Вот об этом Осипов Алексей Ильич очень хорошо говорит. Что, кого я крестил? Крестил, крестил, то Смирнов говорит, а то не Осипов, Смирнов говорит, отец Дмитрий, и никого нигде нету. Мальчики стали такими-то, девочки такими-то. Понятно, на что намекают. Так что, если оба они верующие, вот нехорошее слово есть такое, воцерковленное. Это дурное слово, очень худое. Вот. И поэтому уверовал человек во Христа, принял Христа своим спасителем, впустил Христа в свою жизнь. Вот теперь оба они ходят, причащаются, члены Церкви Христовой, православной. Им надо крестить. А если веры нет, зачем? Это обман. Родители должны учить ребенка. Восприемники крестные должны заботиться о нем, может, больше, чем родные родители. Так что, относительно крещения, речь идет не о том, можно или нельзя, а о том, что, кого. Вот у нас крестят, когда все сознательно обратившиеся, а они веруют, у них крестят. А со стороны приходят, у нас никогда не крестят. Надо, чтобы человек засвидетельствовал. А в церкви как? Плати деньги, любого отпоют. Любого. Цыгание приносят. У нас нет только тех, кого знали. Вот родной брат у меня запил при смерти. Мы рассуждаем, если он сейчас умрет, как его хоронить? Да никак. Никак. Просто похоронили и все. Он не верит, он всего отрекся. Вот и все. Вопрос такой, а должны ли при храмах быть платной, как это требует, требует по-украински? Это написано Симония. Симон, Волх, дал денег, принес апостол, выгодайте мне этот дар. И он ему отвечает, в погибель тебе это. А сегодня за деньги в церкви все делается. Христос никого пальцем не трогал, только торгашей. Сплел бич и зверевок и всех изгнал. А без торговли сегодня, без церковного бизнеса они не проживут. У них непрерывно деньги, деньги и деньги. А у нас вот храм, у нас свой, православный, но мы от русско-православной зарубежной церкви. Ну, те, которые вошли в московский патриархат с этой, каноническое общение. У нас нет торговли, ни рубля. У нас не ходят с тарелкой, ничего этого нет. И сидит в ящик, добровольное пожертвование, пришел, положил, но каждый платит десятину. Все. Вот за десятину я хочу уточнить, как правильно ее платить? Ну, десятую сейчас, сто рублей, десятку. Тысячу заработал, значит, сотню. Заработал, и сразу отнеси к священнику. Я не о том. Тут же можно помочь и животным. Вот по базару, где я работаю, бегают голодные животные. Собаки, там, коты. Это же тоже считается десятиной или нет? Нет, нищет нет. Никак. Вы не обязаны о них заботиться. Они должны уничтожаться. Бродящая собака должна быть уничтожена. Если у нее нет хозяина. Это во всем мире так. Это не у нас только. Их отлавливают, шубы шьют. Унты летчикам. А зачем это так? Вы хотите, если правильно поступать, книга Тавит, первая глава, восьмой стих. Он платил тридесяти. На одна непременно принадлежит священству. Ну, вторая, если ты хочешь там для храма там что-то строиться. Это вторая десятина. То есть от тысячи теперь уже двести. И третья на нуждающихся, на многодетных, там, болящих, вузы кому-то помочь. Ну, вот такое. Так, у меня теперь самый главный вопрос. Смотрите. Хорошо. Я дам десятину священнику. Посмотрите, что творится, что происходит. Строятся бесконечно храмы, 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 храмы. Возводятся храмы. Что я заметил? Да, они, конечно, помогают обездоленным, но очень-очень-очень скудненько. Потому что я привел в наш милиционерский храм одного товарища из села вообще без рук. Ну, ему когда-то комбайн оторвал руки. Ну, что ему дали? Ему дали всего 100 гривен. Ну, это... Ну, что 100 гривен? Ну, это... Это сколько получается? 100 гривен? Это 5 буханок хлеба почти. И вот как-то так, знаете, тоже несешь, и непонятно, куда деньги идут. У них же все-таки за год, допустим. Ну, может, это не мое дело, но я задумывался, куда идут те деньги, которые приносят пожертвования люди. Я слышал на Ютубе ваши проповеди, что они покупают машины и так далее. Вы были против. Да, я слышал эту проповедь. Мне очень понравилось. Но я же не знаю, куда они деньги пойдут. Я вам ответил. Я не уверен. Десятина принадлежит священству. Но если ты уже видишь, что он совсем не туда идет, ты должен прийти и прямо сказать, батюшка, хотя я и причащаюсь у вас, но десятину платить совесть не позволяет. Я вижу, вы ее тратите не туда. Давайте договоримся, как. То есть ты должен через это добиться от него чего-то. Вот у меня брат родной священник. Мой, протоиерей, родной брат. Он на пять лет моложе меня, и через меня он пришел к Богу. Я для него являюсь отцом. А он меня причащает, он для меня. И вот у него овечек там сто, больше. Он в деревне живет. Он сам все работает. Жена там старше, агроном. У них все есть. С тарелкой ему ходить не надо. Но у меня заповедь. Я десятину, а у меня минимальная пенсия шесть тысяч пятьсот. Ну и переводи там на гривну, то еще будет. И я в январе за весь год ему сразу вперед отдаю, чтобы не быть должен перед Богом. Когда я уверовал, я уже попутно о десятине сказать. В шестьдесят втором году было это двадцать сентября. И там сколько-то маленько время прошло, и мне про десятину пришлось просчитать. Я очень ревностный такой был. Работал на корабле в высшем мореходном учреждении в это время. И я решил, буду платить девять десятин. И вот 53 года я прожил так. Тысячу заработал, девятьсот отдаю. С тысячи девятьсот. Пятьдесят три года так прожил. И поэтому я работаю всегда на двух-трех работах. Выработка у меня на строительстве там двести восемьдесят, триста процентов. Мне хватает. Хватает. Я печник в свободное время зарабатываю. Две печи в день выкладываю. Понятно? И я благословенный во всех отношениях. Другие, а чего ты хвалишься? Так есть чем хвалиться. Милости в Божии. Что Бог меня так побудил. Это не я, это благодать Божия. Благодать. Вот мы сейчас только вернулись сегодня. В деревне были. И мы там помогали. Три пруда восстанавливали. Наняли бульдозер. Но учитывая, что у меня шесть тысяч пенсии, что я могу сделать? Эти двое ничего не получают. Парни вот стоят Никита и Володя. Никита вот с Борисполя приехал сюда. Покажи с Никитой поближе к нам жить. С Украины. Поговори с ним пару слов. Мир вам. Як пожива наша ненька. Ой, страдают люди. Страдают, потому что Бога не знают. Страдают люди. Мучаются. Но все почему-то все почему-то склонны недовольством правительства. Так вот я хочу закончить. Смотрите, вот мы работали, наняли бульдозер сами. Без деревни отдельно. Он поработал восемь дней. Пришлось нам заплатить сто десять тысяч. Ну, вообрази, пенсия шесть. Ясное дело, что у них ни рубля нет, у них где-то. Дальше. Решили рядом, у которых пруда в деревню въезжать. Невозможно какая яма слякать. Машина любая увязнет-то. Все завалили, песка купили, песок привезли на восемьдесят тысяч. Сейчас щебнем заваливать. Еще дали двести тридцать семь. Это минует деревню. Деревня ни при чем. И мы работали с темна до темна. Нас никто не поймет. А чего вы так убивались? Мы христиане. Мы хотим, чтобы другим можно было легко жить. Легче, лучше. По Украине мы позапрошлом году проехали ее вдоль и поперек. Вот мы были в Киеве. Мои книги, у меня 38 книг вышло из печати. Они находятся в Киевской национальной библиотеке, в Парламентской, в Харькове, Николаеве, Одессе. Мы весь Крым прошли по диагонали и по периметру. Во всех городах я везде дарю. И мы прошли от Владивостока до Лиссабона, Португалия, Скандинавию и Прибалтику. 500 городовых сел за 4 года я везде вот только за 2 года подарил на 7 миллионов 150 тысяч. 50 лет я копил материалы, учился день и ночь. 9 лет просидел за компьютером 30 часов и даром отдаю. Ну, которые в частные руки где-то там часть продаю. Там это 9 десятин 9. Из тысячи экземпляров 900 я отдаю бесплатно в библиотеке в разных местах. Кто меня заставляет? Придурок, больше никак не назовешь. Идиотом называют. А мне это радостно. Я вижу, как люди меняются. Вот я начальник детского лагеря 44 года, основатель его. Без помощи государства тысячи детей подняли. Знаете, сколько друзей, ну и сколько врагов. Это не мое, это благодать Божия. Человеку это нельзя выдержать. Один год у меня три уголовных дела против меня воздвигли из-за детей. Избиваем там, мальчики спят с девочками. Суд прошел, ничего нет, все проиграли. Заплатить, по телевидению опубликовать, опровержение. Ничего не было. Ну, сатана. Значит, чего там мы стоим, если и священники лютуют против нас? А я обязан молиться, благословлять. У меня нет ничего, но у меня есть то, чего у них нет. Любовь к Богу, к Святой Библии. В моем доме сколько сектантов пришли, стали православными. Мы были, прошли Турцию, шесть мусульманских республик, три раза в Чечне, в Грозном, в других городах в моей книге там в библиотеках. Там нельзя ездить, головы режут, а мы ехали, нас как родных встречали, в доме мулы ночевали. И беседа выставлена в интернет. Это грамотные люди, работящие. Вот в Турции мы были, какие они работники. Мы там 12 часов на ветру были, тысячи людей, тысячи, тысячи услышали о Христе и увидели. У них нельзя. Бог, мой Бог. Надо, чтобы вы посетили наши места. Тут люди такие беззаконники, такие безбожники. Рядом с нами, я живу возле вокзала, узлова станция имени графа Бобринского, Херкасская область. Очень опасный перекресток здесь. И я пришел, сейчас выборы, я пришел к властям и говорю, товарищи, это так и так убивают людей. Я хочу предупредить вас. Так они перед выборами что сделали? Возле школы, лежачие полицейские сделали, возле техникума. А тут никто не хочет делать. Мне как интересно. Очень опасно. Вот относительно этих лежащих полицейских. Меня спрашивают, ну если бы вас избрали президентом, что бы вы сделали? В первую очередь струбить всех полицейских. Чтобы ни одной, нигде это не было пахости. Жили без них. Дети легли спать, а машины прыгают и прыгают. И давят нисколько, не меньше. Это выдумка. Это вредно. Мы проехали столько зла, натерпелись, как бросят, рессоры пришлось менять. Но знаки же есть. Они же предупреждают, что там полицейские. Вот и напиши. Напиши и за это взыщи. Скорость 5 километров, сколько он ходит. И больше не надо. Фиксируй его, лови и штрафуй его 70 тысяч. Они же летят. Рынок рядом. Они же летят с такой скоростью. Я иду смело по перекрестку. Но они же летят. Не будут. Не будут. Мы были в Эстонии. Везде. Красный свет. Полное молчание. Вот один писал. Советский офицер. Там был в Германии. Ну и говорит. Красный свет. Я посмотрел. Никого нету. Ну я тогда быстрее-то перейти. А немецкий школьник-то стоит, говорит. Он русский. Он говорит. Давай, давай, быстрее. По-русски кричит. Видит, что советский офицер-то. У него порядок. Красный, значит, замер на все. Никого полно машин. Ему разницы нету. Загорелся. Тормоза. Мы не привыкли к порядку. Мы были в Эстонии. Там ученики все это соблюдают. У нас нету возмездия за преступление. Настоящего. Это гуманно. Гуманно. Я хочу сказать вот что. Может вы когда-то посетите наши места? Нет. Теперь я уже никуда не поеду. Нынче у нас миссия была на север Мурманск. Карское море. Там Карел-Афина, Смоленск. Я уже не поехал. Дома был. Почему? Мне 77 лет будет скоро. Я свое отъездил. Мы прошли все. Я проехал по Америке от океана до океана. И везде пришлось свидетельствовать. Здесь, я говорю, Владивосток, порт, находка, Тихий океан. И до Аклантического прошли. Италию, Афины переплыли. Дальше Франция, Германия, Испания. И везде встречали люди. И везде приходилось проповедовать, говорить. И в национальной библиотеке, в Королевске подарил свои книги. Теперь они есть и в Ирландии, и в Шотландии, и в Великобритании. Видите, я положил себе это на сердце. Я должен это сделать, и все выполнил. Господь сделал. Нашлись люди, которые купили свою газель. И нет денег. Денег совершенно нет. Нет. И Бог так сделал, что все выполнили. А только за одно путешествие мы потратили 440 тысяч. Это не 2 рубля. Я только не забыл. Значит, вопрос такой. Должна ли паства православия, наше место, да? Как бы активно участвовать в жизни города? Доброе дело. Я пришел к благочинному и сказал. У нас тут есть... Ну, есть. Я сказал вот так и так. Смотрите, значит, в автобусах зимой печки не топятся. Люди замерзают. Значит, нарушения на перекрестках. В магазинах хлеб выдают грязными руками. Тоже день и бьет, и тут же выдают. Принимают хлеб грязными руками. Я говорю, ну что-то же надо делать. Ответ я не услышал. Я говорю, давайте соберем людей на площади. Давайте будем работать с гаищниками, чтобы как-то это все пристекалось. Ничего не сделано. Ничего. Эпископ Сафроний у нас есть. Он сказал... Он сказал, однажды была проповедь. После... Ну, праздник был в Матронском монастыре у нас тут. И он сказал, а, я храмы строю. Это давно было. Я строю храмы. Вот. А вы, значит, занимайтесь своими. Ну, в общем, я понял, что никому это не надо. Но я не понимаю, почему. Но тяжело же одному вот это все как-то так организовать. Я говорю, давайте организуем. Представим телевидение, прессу. Давайте как-то все... Ну, что-то же надо делать. Я думаю, ничего не делается. Ничего не делается. Видите, в любом вопросе мы должны предвидеть примерное окончание. Вот вы путем каким делали, ничего не сделать. Вам правильно говорят. И ничего не надо там делать. Нужно человека формировать другого. Как говорит патриарх Кирилл, переформатировать его сознание. Проповедь, Евангелие. И тогда меняется все. Я неоднократно был на конгрессах разных коллоквий, моих меня приглашают выступать. И я говорю, главное у нас объединяющая идея. Это дети, воспитанные во Христе. Вот куда надо вкладывать капитал. И ребенок этот, значит, не будет продажный депутат. Не будет оборотней полиции и милиции. Это будут настоящие священники, не крохоборы. Не взяточники-продавцы. Не подкупные судьи. Все будет по-другому. Начинать надо отсюда. И в это вкладывать. Я в это вкладываю 44 года. Все, что у меня есть. И я вижу изменения в людях, где проповедую. Вот он был партор моторного завода у нас. Теперь его избрали мэр города. Мэр входит в лучшую десятку мэров России. И мы с ним близкие где-то. Вот я нахожусь в детдом. Это я выиграл его. Я после освобождения в 86-м. Последний раз я освобождался. И реабилитированный теперь. И 11 лет шел в суд, законфискованный у меня фонотеку. И я его выиграл. И рассчитывается нечем. Государство рассчитало с двумя домами, где мы молимся. И мэр приезжал здесь. И мне говорят, вот вы им верите. А они вас душили. Они вас сажали. Я говорю, я вижу глаза людей. Я в разных университетах вел занятия. Я много с людьми общался. Я вижу в них изменения. Мне люди не верят в это. Да какие изменения? У него теперь столько этих заправочных станций. Я на это никогда не должен смотреть. Не должен. Меня это не касается. Ему дано. Пусть делает. Я начинаю изнутри с ним работать. Вот я беседую. Главный банкир еврей. А что с евреем возьмешь? А он мне помогает в издании христианских книг. Он за мной посылает машину, чтобы я приехал, там сказал, встретились и проще. Вот как Бог делает. Это Бог делает. А если бы я его давил, или там давай митинговать, да у меня ничего не... Да и кто перед кем митинговать? Пьянь. Да дрянь. Еще ты не возьмешь. А когда он обратился, покаялся, изменил путь, другое дело. Я сижу в камере, буду говорить, ребята, не надо убивать. Ну, не надо блудить, не надо воровать. Ни один не изменится. Но я каждый день там проповедовал. Ночью за мной становились люди, на коленях молились. И они выходят, теперь встречаются совершенно другие. Некоторые в церкви работают. Молитва. Потому что я пять раз в день по часу молился в камере. Молился. И они это все видели. А два часа с восьми до десяти проповедь. Охранники соберутся, дверь откроют, слушают с этажей. Господь позволил победно пройти это колючее поле, заросшее терновником. Поэтому мы должны активно участвовать в созидании правильной жизни в городе и везде. Мы хозяева этой земли. И пример, это, конечно, пример, как мы работаем. Какой след мы оставляем. Вот у нас, если получится, вот, пожалуйста, мы своими силами, без деревни, ни копейки не взяли. Бесплатно работали. Сегодня мы приехали. Нам вовремя не дали материал. Мы сидели, работали, около трехсот деревьев повалили. Деревьев. Сделали три спуска. Вчера снег выпал. Сегодня снег. И у меня руки вот такие вот. Я не могу согнуть их. Ноги ничего не чувствуют. И все равно мы закончили работу. И нас не хотели везти. Ну, Бог сделал так, что человек вызвался и привез нас в Барнаул. Теперь мы дома. Первая ночь. Это в каком Барнаул? Это в какой? Какой это регион? Где это? Что там рядом? Какой? Владивосток рядом? Что там рядом? Это Барнаул, Алтайский край. Недалеко от Новосибирска. Новосибирск севернее, а мы поюжнее. А дальше Казахстан. Так, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Можно ли космонавту лететь в космос? Разрешается ли это свыше? Видите, определенно слово космонавт не встречается. В Библии этого нет. Но мы давайте посмотрим. Вот, если бы не было в космосе людей, мы бы с вами сегодня не разговаривали по скайпу. У вас не было бы мобильного телефона, который изобрел Марстин Купер. Этого бы не было. Не было бы интернета. Не было бы без них. И Тим Бернер с линии изобрел бы интернет. Надо. Хотя Мартин Лютер Кинг говорил, давайте сначала порядок наведем на Земле, а потом уж туда лезьте. Но сегодня показано. Вот летят сколько спутников, их там тысячи. Вот это космическая связь. Вот теперь беспроводное сообщение. Надо ли, не надо? А первые говорили, не надо. Против телевидения говорили, сатана там. А сейчас у попов, у всех все телевидение. Надо маленько на это смотреть. Как использовать его? Вопрос другой. Как? А знаете, все на двое. Из хлеба можно и алкоголь сварить. И упасть. Я понял. Теперь я скажу вам один случай интересный. Вы очень внимательный собеседник. Когда-то я на Успение Престой Богородицы, то есть, допустим, сегодня я выехал, завтра праздник. Я приехал вечером в Печерскую Лавру в Киеве. А там сидели такие дедушки-милицианты и сказали мне, а мы не можем вас приютить. У нас мест нет. И я уже хочу спать. Уже было пол одиннадцатого вечера. И я не мог нигде устроиться в Киеве на ночлег. И меня не приняли. И когда уже шли юноши, эти, как они, семинаристы, так невнимательно меня выслушали. Ребята, мне деваться некуда. Узнать их, спросите у кого-то. Может, там еще кто-то не спит. Что мне делать? Ну, мы не знаем, был такой ответ. Четыре человека, семинаристы, молодых. Ну, мы не знаем. Но если мы кого-то встретим, мы спросим. И думаю, вот это да, вот это семинаристы будущие. Сочинники будущие. Ну, хорошо. Они увидели эти милицианты старенькие, что я не ухожу, а я говорю, мне некуда уйти. Они предложили пройти в Веденский монастырь. Там недалеко. По-моему, квартал или два. Я туда пришел. На что мне было дело? Это было летом. Я туда пришел. Шла служба. Я зашел. Да, очень красиво. Не знал, что четвертая икона Богородицы есть. Я не знал об этом. Такой довольно маленький монастырь. И я простоял на службе. И подошел ко мне молодой монах. Я говорю, вот такое дело. Мне нужен ночлег. Я приехал на праздник в Петерскую лавру. Я правду сказал. Ну, я говорю, а где ваш благочинный? Он говорит, сейчас я все спрошу, я вам скажу. Они там пошушукались с благочинным. Богочинный строго так глянул на меня. Но я же не слышал, о чем они там шептались. Подошел монах и говорит, он вас не благословляет. А я стою, думаю, батюшка, уже полдвенадцатого ночи или час, что же мне делать? Как будет быть? И когда я снова подошел к благочинному, уже я подошел, я говорю, как мне быть? Ну, вы же слышали? Я вам сказал, я вас не благословляю. Пойдемте, я выход покажу. И выгнал меня. Но Господь так устроил, что шли матушки и молодая. Мне говорит, пойдемте, поехали на Курененку. Там есть, как же она сказала, монастырь. Лукьяновский монастырь женский. Или мужской, я уже не помню. И может попробуйте там устроиться. Ну, мы расстались, я поехал туда. Я взял такси, уже поздно было, около часа ночи. Стучал, 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 стучал. Стало стыдно. У него высокие такие заборы, там не пустили. Нет, было ни звука никакого. И вы знаете, что получилось? Бог послал таксиста молодого. До сих пор было у меня Андрея, его, спасибо Господи. Говорит, вы знаете, вы уже никуда не попадете. Я поехал, я вас пристрою, у меня знакомая в медицинском общежитии. Комендант, я туда пристрою. И вот так вот Богородица позаботилась обо мне. И устроил его общежитие. Я пришел, я сейчас сказал, в утро вообще, шли бы нахрен. Я так возмущался, я тогда далекий был. Так как же так, говорю, кто же вам тут угодит? Кому вы тут ковры расстилаете? Они все убегали от меня. С крестами такие все важные. Ну, как это так, говорю? Но ответа не было. Ну, это потом все прошло, я еще стих какой-то написал про это. Я был сильно возмущен этим. Как же так, благочиня монастыря. Получается, кому ты служишь? И я хочу когда-то поехать в Киеве и поговорить с ним, если он еще там жив и здоров. Как же так получилось? Приехал человек на праздник. Не просто переночевать. Я решил украсть. А на праздник. И вы меня, я скажу, выгнали. Я до сих пор это держу. Я не знаю, как это так. Да я был согласен и в туалете на матрасе переночевать. Понятно? Это праздник большой. Не было в Киеве. Раньше такого не было. Но мне милиция сказала о Печерской лавре. Вы понимаете, почему это все... Я очень далекий, конечно, от того, что я очень... В городах больших я мало посещаю монастырь. У меня был свой автобус. Я людей возил и в Пачаево. Но то, что в Киеве такое просто... Я этого не ожидал. А я людей возил по монастырям своим автобусом здесь. По области. Чешказской области. Туше четыре монастыря. И они мне сказали. Вы знаете, тут такой случай был. Такой неприятный. Приняли на ночлег попадно с девушкой. И они переспали вместе. Я говорю, как же так? Говорю, кто же это допустил? И все. Перестали... После того перестали благословлять. Вот и все. Они, говорят, осквернили храм. И после того перестали благословлять людей. Ну вот, пожалуйста. Из-за какой-то халатности наказали других невинных. Вот такой был случай у меня. Поэтому я сейчас очень осторожный стал. Я... Я сильно... Я уже ходил в сон. И как-то так думаю. Ну как, куда же мне ехать на вокзал? При днях, при документах. Это все, что угодно уже было. Ну, таксист молодец. Он мне выручил. Он такой... У нас тут в городе нет таких людей. Таксисты тут в основном такие все рвачи. Ну, может, где-то и есть. Я не часто пользуюсь услугами. Но в Киеве вот этот парень. Дай Бог ему здоровья, двое лет жизни. Как он помог мне. Такой был случай, да. Вам что, прокомментировать его нужно? Я думаю, да. Хоть что-то сказать. Дело в том, что в монастыре свой устав. А в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ну, это я знаю. Понятно. Но я же... Я приехал в Ригу. Меня никто не знает и не примет. Я ни слова не говоря пошел на Доугаву. Рига нашел лодки, вытащенные на берег. Под лодку залез. И там ночевал. Под лодку. У меня обиды ни на кого нет. Но это раньше. Видела в окошко одна женщина. И говорит. Подойди сюда. Я подошел. А вы откуда? Я говорю. Я из Барнавула. Еду в Венспилс. А тут пересадка и задержка с поездом. А ты заходи. Я тебя покормлю. Я не прошусь. Видите. Господь видит смирение. И дальше начинает. Она говорит. А мы вот приняли, говорит, здесь сыгане. А они какую-то травку накурили. Сделали. Мы все уснули. Проснулись. Даже матрасов под нами нет. Все вытащили. Все, что можно было. Хорошо, что не убили. Видите как. Вот у нас приехали из Санкт-Петербурга. Петрову фамилия. Он журналист. С женой Людмилой и двое ребятишек. Их увидел 14-летний пацан. Кулиш Руслан. Он у дяди знал, где хранится ружье. Пошел, засел в пустые. Ждал, когда из палатки выйдет. Он сразу его убил. Жена выскочила. Он ее убил. А ребятишек камнями убил. И всех четверых бросил в реку Катунь. Или какая там течет. Сам сел на машину. Давай кататься. И дали 10 лет. Он несовершеннолетний. Уже 9 отсидел. В Священном Писании 10 глава 17 стих Матфея написано. Остерегайтесь людей. Остерегайтесь. Серахов говорит. Не каждого человека вводи в дом твой. Ибо много злокозней у хитрого. Мы не знаем. А как я тебя пущу? Так что удивляться нечему. Как так? Хорошо. Если бы вы были там. Имели знакомых. Вот мы были в Киеве. У нас знакомые. Нас прямо из храма забрали. Пришли в Тбилиси были. Нас к себе. Приехали в Германию. Нас к себе на несколько дней. Куда мы не поехали. Везде. А как же так? Рядом живете. Я в Москву. У меня столица Москва. Я приеду туда. Я в разных местах могу ночевать. И даже там, где монастырский устав. Они меня знают. Вас не знают. Они остерегаются. И ничего удивительного в этом нет. Понимаете? Это жизнь. Я хотел попутно спросить. А почему вы бороду бреете, если вы православный? Я? Да. Зачем? А что, все православные должны бороду носить? А у вас иконы есть в храмах? Да. Ну еще иконы на иконах бритые бывали хоть раз? Ни одного. На 500 икон ни одной нет бритой. Дальше. Христос является совершенным образом. Христос с бородой. Апостолы с бородами. Пророки с бородами. Евреи сегодня, которые хасиды все с бородами. Мусульмане с бородами. А вы на кого похожи? Две мамы в одном доме? Зачем вам это нужно? Зачем? Священники говорят, что только... Нигде... Вот у Давыда было так. У него... У отца когда-то дружил там. Знакомый был. Ну и послал слух своих. Высказать сожаление, что умер правитель страны. А он молодой сын-то. Ему говорят, это говорит, они пришли не зря. Они пришли высмотреть. Это шпионы. И он взял им полбороды и отрезал. Раз полбороды отрезал, обрил. Это означает, бороды были. И Давиду наложили. Над слугами. Вот так... И одежду отрезали. Он сказал, ну что сделаешь теперь? А он сказал, идите в город проклятия Ерихон. И живите, пока бороды не отрастут. Даже в Иерусалим нельзя поганиному заходить. Они были написаны очень обесчищены. Заметьте, очень обесчищены. Но когда Дина, дочь Якова, пошла, ее там один изнасиловал, она была обесчищена. А здесь очень обесчищена. То есть это хуже, чем изнасиловать. А вы знаете, как мужчину изнасилованно называют? Это Библия нам говорит. Святая Библия. И поэтому, если вас звать... Как звать вас? Владимир. Владимир. Вы посмотрите, князя Владимира с бородой он был. Кому вы подражаете? Вы подражаете языческому миру. Языческий мир думает продлить юность за счет того... Ну, сбрей бороду, на кого ты похож, да как тебя баба до себя допускает. Это блудодейная ересь. Про то Папа Вакуум называет. Блудодейная ересь. Когда ты уверовал, должен бритву сразу отрезать и выбросить. Не прикасайся больше к бороде, Владимир. Не гневи Бога. Ты даже не знаешь, как ты будешь выглядеть. Что ты братка? Еще ты скоблишь себя, она растет и растет. Это Бог дал. У женщины, если борода растет, все понимают сорванные гормоны. Ненормально. У мужчины бербритова это ненормально. Есть соголовые. Зачем вам это нужно? Я что-то брат хочет сказать. Пошли микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я говорю? Попросите, пожалуйста. Я хочу сказать, что был у нас этот вопрос поднят в храме. Вы поближе опуститесь. Подвиньте его, чтобы он попал в лес. Вот камера. Вот камера. Во-во-во-во. У нас этот вопрос был поднят в храме. Еще когда вначале только пришел. Я пришел в 95-м году. И благочинный священник сказал, что бороды имеют право носить только священники и диаконы. Ну а где он это нашел? А он сказал... Они где? Почему бритые? Это попы, которые с Украины к нам приезжают, они бритые. Это католичные. Вы все там под католиками все эти века были. Вот там это униатская церковь. У нас этого нету. Православные христиане никогда бороды не брили. Никогда. Посмотрите фильм «Раскол». Показывает там 18 лет. Все с бородами. Что интересно. Вот смотришь. Ленин. Ульянов. Он старше 30 лет. А остальным 25. Там бабушки сидят. 7 человек. Все до одного с бородами. Все с бородами. Его отец Илья Николаевич. И его товарищи сидят. Все с бородами. Некрасов с бородой. Посмотрите. Достоевский с бородой. А у меня причина есть. Мне нельзя часто бриться. У меня, как это сказать, чутитная кожа. И выступают угри. Потому что бреетесь. Если вы не бреете, ничего не будет. Не надо трогать ее бороду-то. Никаких угрей не будет. Это правда. Но вот если не будешь бриться. У нас, правда, один не бреется. Один. И он... Кем он стал? Это старославянская вера. Что-то он там... Ближе к веду, да? Да не знаю. Он один не бреется. Один. Вот. А все остальные бреются. Ну и что? По стихии мира. Почему Фидель Кастры ни на кого не смотрел? С Рущём вводил дружбу. У того... Заметьте, вот правильно, как. По порядку. Как общество развивалось. Фридрих Энгельс. Какая борода. Посмотрите. У Карла Маркса поменьше. У Ленина клинышек. У Сталина усы. А у Хрущёва даже на голове нету. И всё один за другим идут. Мы теряем время. Я хочу ещё спросить за иконы. Смотрите, Библия говорит чётко, да? Никакого изображения. Из рук художника. Ну, в общем... Ну да. Исход 20 глава. Так я вот не могу всё-таки понять. Как же правильно. Я давно уже ищу этот ответ. Протестантам пытаюсь что-то сказать. Так, а смотрите, вот же написано, они говорят. Смотрите, никакого изображения. Из рук художника и так далее. И получается... Владимир, не тратьте время. Понятно. Это сектантский дух. Потому он и сектант называется. Мы должны не 20-ю только главу считать, но до 25-й досчитать. А в 25-й говорит, сделайте изображение. Так нельзя. Бог не может сказать, не делайте, и забыть, и сказать, сделайте. Не делайте то, что уводит от Бога. И делайте то, что приводит к Богу. По образу небесного сделай. И он видел, как на небе, так и сделал. А вы запишите, я скажу вам где. Из Икииля? Пишите. Я как раз сейчас читаю Из Икииля. Пишите. Из Икииля, 41-я глава. Запишите. Я сейчас буду читать Из Икииля. Как раз вот это... Вы не найдете это. 41-й глава, 17-й стих. Тут говорится, чтобы мы делали иконы. Чтобы в храмах были иконы. А то сектанты. Они скудоумные, читать не умеют. Там речь идет об ангелах. 41-17. Написано. И в храме были изображения. Изображения по-гречески икон. Икон. От пола до потолка. Снутри и снаружи. И в этот храм пришел Господь. И говорит, дом мой. Дома молитвы наречется. Не сказал, что это капище. Дом мой. И после сошествия Духа Святого. На 2-й главе Деяния Апостолов. Уже 3-я глава. Петр и Иоанн шли в храм. Сейчас молитвы 9-й. Куда они шли? В храм Божий. А в храме были иконы? Были. Вот я вам показываю, где. Вот и все. Сектантство. Значит, я так им и рассказываю. Кто хочет меня послушать, я рассказываю так. Смотри. Вот у тебя в руках. У мамы в руках фото сына. Который заходится за 1000... Ну, мало ли где. За 1000 марта. Так если она целует сына, то она целует не бумагу. Правильно? Она целует сына. Ну, правильно? Вы по Писанию доказываете. Это их не тронет. Но когда вы покажете, что Христос приходил в храм и выгонял оттуда и говорит, дом мой. А там были иконы. А у вас где иконы сектанта? У нас по образу небесного, у православных. А во втором храме за Рававелем, вот 41 глава 17 стиха из Ихилия, говорится, что все было в иконах. И этот храм мы приняли, потому что апостолы его приняли. Никаких доводов сектанты не примут, кроме Писания. И скажите, зачем Бог повелел делать? Там сказал, не делайте, а здесь делайте. Там нельзя делать то, что уводит от Бога. Бог Сааписа делали, Аскрипия, Зевса, Венеры, Юпитера. Нам это не положено. У нас изображение Христа. Изображение. Какой он был. И глядя на него, мы взор свой возводим к небу. Павел говорит, что он у вас перед глазами как бы распят был. То есть распятие показывал по всей вероятности. Как бы перед вами распят был. Сейчас сектанты ставят кресты на своих молитвенных домах. Внутри своих молитвенных домов рисуют сюжеты из Библии. Они уже по-другому начинают мыслить. Надо ли целовать руки священникам? Заставлять никто не будет. Но если эта рука меня бьет, я ее поцелую. Мудро. Вопрос хочешь? Только громче говори. Простите, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Вот камера, ближе сюда. Волхвы, которые пришли к младенцу Иисусу Христу. Пишется, что они были... Ну вот камера. Что они не видно? Не видно. Ну подвиньтесь поближе, поближе. Вас как звать-то? Александр. Александр и Владимир. Что они были волхвами и магами. Нет. Нет, нет. Тогда слово волхв означало звездочеты. Астрологи. Астрологи. Астрологи не в том понимании, как сегодня, что в газете звезды сошлись, и поэтому будет то-то родиться, то-то. Они увидели, им было предсказано. Потому что значение слова очень сильно меняется со временем. Так они не были астрологами, как у нас в современности? Нет, 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 не были. Они не выражили. Они увидели необыкновенную звезду. А эта звезда, это как некая божественная ангельская сила была. Но они же наблюдали за звездами. Наблюдали. Ну а почему они наблюдали? А потому что через это Господь являл чудо свое. Звездой учахуся. Как поем на Рождество. Звездой научены были. Для этого... А дальше мы о волхвах уже не считаем. Господь видел, они этим занимаются, и через это их привел. Через это. Некоторые занимались волшебством, такие как Киприан Карфагенский. И через это нашел его Господь. Он был маг. Много лет занимался в Египте. Египетскую волшебную мудрость познавал. И вот пришел к нему один юноша. И говорит, я полюбил девушку, а она на меня не смотрит. Он говорит, пустяки, я тебе за одну ночь ее приведу. Ну вызвал демона одного и говорит, иди разожги ее. И в ней кровь закипела. А этот аглоид юноша-то, аглоид-то. Он еще чаще стал появляться. А она замуж захотела. А она христианка была, она на колени, давай молиться. А Киприан этот, ну, юноша-то пришел к нему и говорит, она на меня даже не смотрит. Как так? Он вызвал демона, говорит, я ничего не могу сделать. А почему она имя распятого призывает? Тогда демон взялся сам за нее. Сделал, что юноша стал летать, как ну подлетать. А она не глядеть ничего. Он вызвал снова дьявола и говорит, ты всегда делал то, что я говорю. Почему она не его? Я не могу. Сила распятого побеждает меня. Он говорит, как? Она призывает его. Если она призывает и побеждает, а что будет, как христиане говорят, когда он придет во второе пришествие? Сатане так не понравилось. Он схватил и давай душить его. Киприан едва вырвался. И вот теперь он пришел в церковь и сказал, я не выйду, пока не сделайте меня христианином. И вот теперь он не волк. А его будут как епископа мучить, он умрет за Христа. Волк был. А сделался епископом церкви Христовой. И был усечен мечом. Скажите, пожалуйста, место из писания книга Судей. Пятая глава, кажется, двадцатый стих, где Девора пойдет гимн по победе над Сесарой, военноачальником. И вот в этом месте, значит, такие слова, ну я не буквально, потому что это, а так, саму суть. Что звезды с неба, с мест своих сражались с Сесарой. Да. Как вы понимаете? Ангелы, ангелы помогают. Иногда Господь камни бросает с неба, и от камней погибло больше, чем от оружия. Ангел, ангел идет, и ангел сражает. Никого ниоткуда нет. Вот пошел Юлиан, отступник. Христиане должны быть побитые. Пошел в Персию, демон явился и повел. И он зашел к одному, к Василию Великому, Василию Великий. А Василий Великий вышел с караваем хлеба его приветствовать. А он взял хлеб, отдал коню, а взял сено у коня и дал Василию Великому. И те стали молиться. И была икона Меркурия. И вдруг видит, рама пустая, в иконе никого нет. И он говорит, Господи, останови безумие этого императора. Он был вероотступник, назывался Юлиан Отступник. Был христианином, а сделался язычником. И вдруг икона пустая сделалась. Прошло мгновение какое-то, и в это время икона снова появилась. Он из копья капает кровь. А там встанет, неизвестно откуда явился какой-то воин, и ударил его копьем в живот, низ живота. И он уже опрокидывается на спину под шелом, под этот, который у него защитный, стояла кольчуга, запускает руку и бросил кровь в небо и говорит, ты победил, галилеянин. То есть он знал, с кем боролся. И молитва победила его. И с неба пришел святой Меркурий и поразил его. Вот вам ответ. А вот место, первая страница книги «Бытие» и место книга Иова, где Господь Иову говорит, а видал ли ты, что там на небе, как оно все происходит? И вот, значит, эти два места говорят о господстве неба. О господстве неба? Да, да. Какое господство? Слово «господство неба» там нету таких слов. Почему? Господство неба? Нету. Нету. Господство неба, нету. А вы посмотрите. Нет, мне смотреть не надо, я знаю. Господство нету. Есть «господство» с большой буквы. Апостол Павел только упоминает, ни у Евы, ни у Моисея этого нету. Я могу вам открыть. Откройте. Откройте. Вы там ничего не найдете, таких слов там нет. Подожди, секунду, подожди. Скажите, пожалуйста, у нас сколько, полтора года, как по-моему? Да, пускай найдет. Убедится, что там нету. Год и семь месяцев, как у нас ушла мама. К Господу. И вот брат очень часто к маме ходит на полу. Зачем ты это говорил? Я хочу, я хочу узнать. Почему ты лезешь мне в душу? Да, я не в душу лезу. Дай услышать. Это не твое дело. Дай услышать истину. И вот очень часто. Сколько раз в неделю ты ходишь? Это мое дело. Можно ли так часто ходить на кладбище? Говорит, я не могу. Вот я не могу, мне надо пойти. Очень часто ходят. Понимаете, Христос сказал, говорит, оставьте мертвецам, хороните мертвецов. Эти люди другого, может быть, и не знают. А может быть, ходят проповедовать тем людям, которые ходят хоронить. Считают это удобным моментом, чтобы рассказать о смерти человека, чтобы люди задумались. Я не знаю, с какой целью они ходят. А если лежат, то эти трупы лежат, ничего не знают. Душа ушла к Богу в рай или в ад. Мы не знаем, где она. Прошла ли она мытарство? Или сорвалась вниз? Это надо конкретно с человеком узнать. А с мамой? А ходить на кладбище зачем? Вот я приезжаю в год раз, но один раз в год я схожу на кладбище, маме поклонюсь на могиле, поплачу там, где ее обидел, попрошу прощения. И все на этом. Попрошу, чтобы она молилась за меня. Она христианка была. У нас мамочка умерла на 40 святых в субботу, рано утром. 22 марта. Да, 22 марта, на 40 святых. Вот видишь, сейчас год. И еще такой вопрос. Саша увлекается гороскопами сильно. Можно ли их читать? Нельзя. Это волшебство, колдовство. Сожжечь надо, не пьет, в печь бросить. Ну, читает, читает, часто читает. Нельзя даже считать, нельзя прикасаться, глаза не портит. Это есть вопрос? Ну, вы задали, я вам ответил. А вы же делайте, как вам уже на сердце будет. Ну что, Владимир, все? Сейчас еще спрошу, сейчас. Значит, сейчас у меня много их. Вы уже просто устали, да? Ну, просто у нас уже время 12-й час, а мы встаем всегда в 4.40. Все, 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 хорошо. Добренько, значит, я очень хочу, чтобы мы в следующий раз с вами побеседовали, когда будет у вас возможность. Добренько. И пополитесь, пожалуйста, за нас. Ну, хорошо. Да откроет вам Господь всю истину и дарует духовное рождение свыше, и чтобы бороду больше не прикасались. В следующий раз вы, если выйдете сюда, чтобы были с бородой. Все, храни вас Господь. Александр и Владимир. У нас еще брат Борис. Самый старший. Да поможет Господь. Видите, люди называют как. И у меня вот рядом Владимир стоит. Вот он, посмотри его. Ну-ка. Видно, нет? Да. А у нас называли по святцам. У меня старший брат Самуил. Я Игнатий. Меньше меня Иоаким. Видите как? У меня дядя по матери Макари, Филарет, Эммануил. Вот у вас патриарх Филарет есть. Ну, с Богом. Спасибо за теплое доброе общение, ребята. Храни вас Господь. Спасибо. Мы желаем мира Украине и Запорошенко молимся каждый день. Спасибо вам за добрые слова. Да, мы желаем мира России и Украине. Для нас Украина это не другое государство. Мы единый народ. Единая вера. Мы братья. Спасибо вам. Храни вас Господь. До свидания. Доброй ночи вам. До свидания большое. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.